Каждое зернышко на счету о том, что уборочная 2022 будет напряженной, было понятно еще до старта кампании. Требования самые жесткие, особенно к соблюдению порядка и дисциплины. Так глава государства еще на этапе подготовки к уборочной обозначил, нужна максимальная ответственность и полная отдача от руководителя до механизатора. Все ливняли. Ответ на этот вопрос дают уже органы прокуратуры. От зоркого глаза не укрылось ни одно хозяйство. Вскрытые факты уже в дисциплинарных сборниках. Вот так по ведерку за летние месяцы женщине удалось вынести из хозяйства 700 килограмм комбикорма. Передовик производства со всех сторон положительной работник. Но, к сожалению, теперь в трудовой биографии бригадира темное пятно. Прокуратура согласилась с квалификацией действия обвиняемой и уголовное дело направлено в суд по части 1 ст. 211 Волокодекса Республики Беларусь. Ущерб возмущен в полном объеме. Обвиняемая раскаялась в совершении данного преступления. Хозяйство, в котором трудилась женщина, в числе передовиков района. Рентабельность нынешнего года превысила 10%. Здесь до сих пор не понимают, как такой факт мог произойти. А это уже Могилевская область и тоже одно из образцовых хозяйств. Оно понесло куда больший ущерб. В Кировском районе такого не видели уж точно последние 10 лет. За два месяца из стойла хозяйства пропало 79 коров. Ущерб более 160 тысяч рублей. Бригадир сбывал коров прямо здесь, на ферме и сюда приезжали покупатели. Постоянным клиентам солидная скидка почти 50%. Стадо таяло на глазах, но никто этого не замечал. Прокуратурой района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 210 главного кодекса Республики Беларусь, по факту хищения путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенным группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Ежемесячно каждое животное взвешивают. Понятно, что более чем тысячное стадо в один день не охватишь. Зная это, злоумышленник просто перегонял коров из сараев в сарай и получалось, что одно и то же животное могли взвесить несколько раз. Позже в журнале учета вскрылись продублированные чипы. Свои выводы мы, конечно же, сделали. На сегодня усилен контроль за сохранностью сельхозпродукции и крупного рогатого скота. Почему так получилось? Я думаю, что низкий уровень кадров и его подбор. А в Ветковском районе ради крупной наживы животных и вовсе травили. Громкое уголовное дело. Здесь разоблачили целую преступную группировку. Кормовую новинку позиционировали как высокоэффективную добавку, широко рекламируя ее производителям. По факту липовый сертификат и запрет на добавление в пищу животным. Они отказывались ее есть, но руководитель сельхозпредприятия принуждал приобретать и использовать смесь, а местный чиновник аналогичные распоряжения давал другим хозяйствам района. Поставщики такого в кавычках гастроизыска столичные бизнесмены. Они закупали компоненты для минеральной смеси в Татарстане в прямом смысле за три копейки. А здесь в Беларуси цену завышали более чем в 20 раз до 7 рублей за килограмм. Командно отравой в итоге наторговали более чем на 2 миллиона рублей. Расследование взяла на контроль генпрокуратура. Сегодня предприниматели уже фигуранты уголовных дел. По санкции прокурора все они под стражей. Получение взятки, превышение служебных полномочий, мошенничество и не только. Материалы дела направлены в суд. Поле в 52 гектара окружено лесом и в отдалении от оживленной трассы. Здесь росла масляничная редька, а кусок земли отдали под проса. Сроки пришли, отчет хозяйства готов, подписан ответственными. И тут же ревизия территорий. 2 ноября. Опроса еще стоит. Было обнаружено неубранное опроса на площади около 10 гектаров. Примечательно, что по состоянию на 1 октября этого же года все предприятия района отчитались о стопроцентной уборке данной пассивной культуры. Данные факты свидетельствовали о наличии в действиях должностных лиц предприятия признаков преступления, предусмотренные статьей 427 Уголовного кодекса. Это служебный подлог. У нас семян не хватило. Кроме этого поля мы высевали еще на остальных полях масляничную речку. И недостаточно было завершить сев здесь данной культуры. И мы приняли решение посеять, так как у нас было просо еще осталось от основного сева, которое шло на зерно, посеять как однолетние травы, чтобы поле не пустывало, потому что он был обработан и проторлен под сев. Здесь было нереально убирать просо, потому что здесь слишком поле это запыреено. И просо было очень мало. Ну и конечно там уборочная она затянулась в связи с погодными условиями. После уборочной кампании нам срочно нужно было начинать сев азима арабса, ну и остальные зерновые культуры. Эти угодья предприятию передали от обанкротившегося хозяйства. Земли находятся в 60 километрах от мех двора. Решили технику ради 10 гектаров гнать нецелесообразно. А потом неожиданно, как всегда бывает, началась уборка кукурузы и осенняя посевная. Силы направили туда, но после визита прокуратуры хватило пары дней и просо убрали. И сегодня здесь уже готовые тюки, а значит корм для животных на зиму спасен. В целом в прокуратуре отмечают, что выявленные недостатки хозяйства в большинстве своем устраняют оперативно. Как правило, это нарушение связанное с бесхозяйственностью, с нарушением условий технологии содержания крупнорогатого скота. Мы реагируем согласно закону прокуратуры Республики Беларусь, вносим акты надзора и контролируем реальное устранение этих нарушений. Руководители адекватно реагируют, скажем, на наши акты надзора. Как правило, принимаются меры по устранению имеющихся недостатков. В случае игнорирования требований прокурора начинается административный процесс в отношении виновных лиц. И нельзя сказать, что в хозяйствах закрывают глаза на вопросы сохранности урожая и скота на предприятии в Несвежском районе. К примеру, объекты заблаговременно оборудовали видеокамерами. Кто-то скажет, нет лишних средств. Но здесь уверяют, система окупила себя за два месяца. На фермах мы установили мехдворы, склады. На данном зернотоке, где мы находимся с вами, установлены шесть видеокамер, которые полностью перекрывают всю территорию. И сохранность зерна поднадежно зашитой, скажем так. Для коров достаточно камер видеонаблюдения. То есть вы же понимаете, что каждая скотина, она и есть бирка. То есть это все под строгим контролем. То есть если бирка случайно обрывается, дубликат и опять навешивается под тем же номером. А это еще одна из эффективных форм сохранности урожая. Силостное хранилище. Из этих бункеров точно не утащишь. Плюс защита от птиц и грызунов. Здесь сегодня уместилась половина урожая. Но рядом уже фундаменты под новые строения. Так что скоро в эти сооружения поместится чуть ли не весь урожай. А его прибавляется. Только в этом году получили больше на 2000 тонн. Всегда оставался острым вопрос кражи топлива. И здесь также внедряются современные технологии. Все дизельное топливо окрашивается в зеленый цвет, что позволяет идентифицировать нецелевое его использование. При ремонте на специализированных ремонтных предприятиях имеется нормативно-техническая документация, согласно которой выполняются все виды ремонтных работ. Одновременно при этом дается на отремонтированные узлы, агрегаты и полнокомплектную сельскохозяйственную технику год гарантии. То есть это позволяет, что если какие-то недочеты были в период выполнения ремонтных работ, за счет изготовителя, за счет ремонтной организации, исправлять те дефекты, которые появляются в процессе эксплуатации. Еще раз вернемся к посылу главы государства. Максимальная ответственность от руководителя до механизатора. Ведь речь о консолидации на благо всей страны. И пока архивы наполняются листами предписаний, а на местах с дрожью ждут проверки и смахивают пот со лба чудом. Избежав ее, результата общему делу уж точно не будет. Александр Качан, Юлия Мычко, Сергей Курков, Дмитрий Мискевич и Василий Лосенков. Неделя СТВ.